Всем привет! Это канал Ростелекод и я Анатолий Донец. Сегодня я хочу обратиться к тем блогерам, которые хотят заработать денег вниз их видео. Вот это поворот! Поворот? Да. Но поворот не туда. Одни блогеры хотят, создают видео и выкладывают разные соцсети, чтобы заработать, а другие просто-напросто воруют и выкладывают от своего имени и пытаются на этом заработать больше бабла на данных видео. Лепота! И не то слово лепота. Некоторые блогеры до сих пор не могут отойти от того, что не магия сделала рекламу борчу. Согласен? А что тут такого? Ну, сделал ли они рекламу борчу? Борч немного хайпанул. Мне просто интересно, вернул ли он свои деньги себе? НИХУЯ! Но это не точно! Но самое интересное еще впереди. Спустя пару месяцев блогер из Ракамакафон переслал набирать популярность и решил запилить видос на не магию и борща. Включает, в общем, монетизацию у себя на данное видео. И что получается? Сам Гурам Нормальный начинает монетизацию данного видео непосредственно на чужих каналах, то бишь присваивать данное видео себе. Из-за этого происходит набор денег в его копилку еще больше. Сильное заявление. Вопрос много уважаемому Гураму. Гурам, вот скажи, пожалуйста, а ты... А ты не прихуел ли? Ты наложил монетизацию на канал ноунейма, который сделал видео на тимать, на проблему борща и немагии. А остальным каналам что? Они тоже сделали обзор на данное видео. Получается, чисто для остальных блогеров им можно, а канал ноунейму нельзя. Где логика? Я делал видео обзор на данный видеоролик, где немагия рекламирует борща, но мне почему-то монетизация от тебя не пролетела. Интересно, после данного ролика, если ты его увидишь, мне тоже монетизация пролетит на данный ролик, который у меня ниже на канале про немагию и борща. А, и да, ты можешь себя культурно поздравить. Ты можешь культурно... Это можно просто насосать? По моему каналу видно, что у меня видео не набирает 1 000 просмотров, потому что у меня нету 1 000 подписчиков. Интересно, если бы у меня было 1 000 подписчиков, просмотров было 10 000, я мог бы на этом реально зарабатывать, люди подписывались бы, и мне бы тоже прилетела монетизация от тебя. Ладно бы один Гурам начал высказываться по поводу данного видео. Знаменитый блогер, Николай Соб... И он, как всегда, становится на сторону Гурама. Почему нет? Спросите, почему? Да потому что он с Гурамом друзья. Правильно, Биба и Бо... Мне чем-то эта разборка напомнила чисто один мультик. Я люблю деньги. Гурам, деньги все любят, но всему свое время, а ты у нас как жадный краб. Поступает к тебе только единственный вопрос, Гурам. А почему ты не хочешь включить монетизацию на канал своего друга и товарища Николая Соболева? Ну, у него, в принципе, и просмотров побольше, и подписчиков побольше, чем у тебя. Ты бы процент хороший имел бы с его канала. Так нет, надо ж... Каналы, которые поменьше, надо с синих драть монетизацию, чем с Николая Соболева. Ах, да, Гурам, убедительная просьба. Если ты забираешь деньги со всех блогеров, заданный на ролику, который сделал Немаги с борщом, отдай эти деньги именно им. Ведь у них и началась эта развязка, а не у тебя. Ну, а ты решил просто на этом деле навариться. И знаешь, что я вот скажу? Вот тут ты не прав, что начал включать в ВК АОЕ. Мы возвращаемся в 90-м? Ладно, слушайте, пацаны. Только поймите меня правильно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас. Я вам говорил, что мы в маразме? Фил, я говорю серьезно. Саша, это общее дело. И потом, мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. И во всем этом дерьме прикрываю вас я, Николай Соболев. Борзота идет в соцсетях. Нормально в ЛВС пообщаться мы не можем. Нам надо хайпануть. По-крупному ноунейм и хайпану. Честно, вот здесь ноунейм прав. Ты, Гурам, являешься просто средним звеном, от которого идет гнилым запашком. Ну и в конце я хочу сказать, сколько бы денег ты не зарабатывал, ты никогда не заработаешь больше. А выводить провокации в общественность и играть на публику не нужно. Ведь правда не в деньгах. Золотые слова. Это канал Ростелекод и я, Анатолий Донец. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин